сегодня у нас необычный ролик картошку мы ранее садим очень рано и тогда когда она нагревается там роман кевич мне говорил надо чтоб земля нагрелась надо чтобы это а потом мотор сечем мы ее до горным оборудование для посадки картошки ну и конечно чтобы вам было интересно понятно как работает три мотоблока сразу на посадке картошки друзья досмотрите ролик обязательно до конца те кто любит землю здесь будет очень много полезного друзья я вас как всегда приветствую на канале кто в теме сегодня у нас необычный ролик мы будем садить картошку раннюю картошку я объясню почему я буду садить ее именно так потому что друзья картошка проросшая и как опыт предыдущих лет показал проросшую картошку садить картофель и сажалкой очень тяжело все ростки картофеля сажалка ломает она ломает и потом нужно будет две недели для того чтобы их восстановить ну у меня жена картофеля вот как у нас у всех семья кто-то чем-то заведует кто-то за что-то отвечает у нас в семье как-то за семенной материал с любовью к земле и к семенному материалу относится жена я в техническом направлении больше для того чтобы не было сорняков для того чтобы было правильно посажено для того чтобы все правильно как бы всходило это вся функция моя значит друзья картошка проросшая у нас в степной зоне потому что мнение расходятся у нас многих группах не начинают советовать вот и вот неправильно ты неправильно закрываешь влагу зачем ее закрывать друзья у нас степная зона поймите правильно у нас дождей нет мы ловим последнюю влагу ловим ее поэтому картошку мы ранее садим очень рано и тогда когда она нагревается там роман кевич мне говорил надо чтоб земля нагрелась надо чтобы это друзья у нас времени нету или будет влага и какая-то картошка или ее не будет никакой у нас не было даже толком сорняков я вот вам прошлом году показывал у меня огород черный красивый ежики у меня отдыхают по той простой причине что у нас дождей нету и сорняка нету нечем его выколупывать этот сорняк потому что его нет а потом уже после выкапывания картошки там бывает один два маленьких дождичка и начинает переть портулак портулак идет полным ходом и застилает весь огород ну тогда я его конечно фрезеровать начинаю фрезерую фрезерую до тех пор пока я его в общем-то полностью на огороде уничтожу значит друзья поймите правильно я склонен к тому что каждый живет своей зоне тот лесостепной зоне тот живется в степной зоне тот живет лесной зоне тот ли живет в гористой зоне до каждой почве есть свой вид обработок я приловчился к этой обработки своей степной зоне поэтому я делаю так обычно это осенняя вспашка или осеннее фрезерование после осенней вспашки зима после зимы я закрываю влаху а потом я выхожу на огород фрезерую и сразу сажу то есть мы садим все кроме баштана который садится гораздо позже и кабаков это все мы садим сейчас мы ловим последнюю влагу как говорится первую и последнюю поэтому сейчас вы увидите весь процесс посадки картошки проросшей у нас в степной зоне ну этот процесс посадки будет для вас необыкновенным потому что здесь будет задействована не одна универсальная единица которая будет выполнять все операции а будет задействовано 3 мотоблока 3 1 мотоблок фрезерует заря 12 лошадиных сил 2 маленький мотоблок нарезает борозду для посадки картошки потом укладывается картошка а потом мотор сечем мы ее за горнем у нас на украине и так кратенький обзор оборудование агрегатирование своих маленьких друзей для посадки картошки мотор сич у нас будет сегодня снаряжен универсальной навеской прополочной на которую повесится окучиватели окучиватели дисковые и опорные колеса мы будем завертать траншею борозду в которой будет находиться картошка ну мотоблок тяжелый заря я думаю все просто вы видите он снабжен фрезой и прикатывающей вороной прижимаясь и прикатывающей вороной значит и мой маленький друг чарлик будет сегодня нарезать борозды здесь обыкновенная сцепочка универсальная которая регулирует угол атаки и сам получается окучник так что я вам показал все сейчас мы профрезеруем почву подготовим потом я поставлю натянуть шнурок чтобы это было ровно согласно шнурка я сделаю борозду девочки разложат в борозду картошку и принципе потом мы мотор сечем ее заранее друзья досмотрите ролик обязательно до конца те кто любит землю здесь будет очень много полезного ну Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнали Симон Субтитры подогнали Симон Субтитры подогнали Симон Субтитры подогнали Симон Друзья, ну по первому виду работы фрезерования там вопросов не должно быть. Это все как бы знакомо. Те у кого есть мотоблоки. А для этого мотоблока я могу подсказать следующее. Значит смотрите, вот эта сцепка у нас сделана. Все как бы по уму. Вот окучник тоже по уму. Но если здесь поставить опорную навеску, просто я не мог здесь поставить навеску, она стоит на моторсече. Но поставить навеску и вот здесь поставить опорные колеса и тогда будет совершенно другая картина. У вас будет четко регулироваться глубина посадки окучника в землю. Четко будет. Ну и на дополнение я хочу сказать. Вот стоят ступицы поворотные. Ну тут многие начали меня поправлять. Это не разблокираторы. Это не дифференциалы. Это будем называть поворотные ступицы. Друзья, поворотные ступицы очень хорошо помогают при развороте мотоблока. Ну, в принципе, как бы вы работу видели, как нарезать. А остальное, это уже все по ходу дела. Вы уже приловчитесь. Сейчас девочки разложат картошку и мы с вами моторсечом закроем дисковыми окучниками потихонечку. С момента покупки вот так. Ну я его, я уже моторсеч потихоньку обкатывал. Катался на адаптере на нем и все остальное. А это уже как бы начнется немножко нагрузка. То есть это не сильно большая нагрузка. Он будет это легко делать. Поэтому он на обкатке не выше средних оборотов. Одним словом, все в деле. Все, как бы, все внимание к закрыванию картошки для зазревания урожая. Вы там сильно меня не ругайте. В принципе, это все можно сделать одним мотоблоком. Но время для того, чтобы перестроить мотоблок, будет у вас забирать много. Я, как имею три единицы, настроил их все на каждую операцию и, в принципе, вот так вот сделаю. Мотоблоком. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Ну вот, друзья, в принципе, закончили. Оно уже вечерок. Первый раз с моторсечом у меня не очень хорошо получилось. Немножко ведет. Надо немножко поработать с навеской еще. Вот, под моторсеч. И, в принципе, будут все ошибки исправлены. Вот так вот можно садить тремя. В принципе, все это можно садить одним махом, одним мотоблоком. Это просто так, как у меня три единицы. Я показал работу трех единиц. Ну и, конечно, чтобы вам было интересно, понятно, как работает три мотоблока сразу на посадке картошки. Друзья, ну, в принципе, ролик закончен. Делайте выводы сами. Нажмите на колокольчик. Подписывайтесь. Ставьте лайки. Оставляйте комментарии, что вы думаете по поводу сегодняшнего процесса. До следующих встреч.